Если надо кому-то понять, что происходит сегодня, это обращение к русскому человеку или принадлежащему к русской цивилизации. К ней, как вы знаете, принадлежит, например, Рамзан, сын Ахмата Хаджи Кадыров. Принадлежит, как я понял, всеми фибрами души к русской цивилизации, к которой не принадлежит пару сотен тысяч Ивановых, Петровых и Сидоровых. Вообще к ней не принадлежат. Вот просто вообще. А вот Ахмад Хаджи Кадыров, его сын, они принадлежат к ней, потому что вообще, можете представить, как все поменялось. Вот сегодня, вот в эти дни уже, в эти уже прошедшие дни, вот кровь русского бойца смешалась с кровью чеченского бойца. Возникло боевое русско-чеченское братство. Еще недавно совсем, это вообще, это не то, что вчера, это сегодня утром по историческим меркам. Слово чеченец, слово русский, это было воспринято как антагонизм, как белое-черное, как непримиримое нечто, потому что в памяти много всего. Это же было недавно все. Первая чеченская, вторая чеченская. И вдруг сегодня возникло такое понятие, как боевое братство чеченского солдата и русского солдата. Спецназовец Иванов и спецназовец Зелимхан стали братьями по крови. У них кровное братство, потому что они реально кровью побратались. И они одну галету в окопе вечером едят на двоих, и спина к спине стоят в окружении. И это совершенно новое что-то. Мы этого не могли представить себе никогда. При том, что куча Ивановых, Петровых, Сидоровых скозлились как бы вообще в край, возникло военное братство чеченского и русского спецназовца. Можете представить, насколько сдвинулись основания земли? То есть у нас под нами просто поменяли карту мира. И поэтому нужно перестраивать свою голову вперед, потому что все поменяется. Если такие вещи происходят, то поменяется все остальное. Значит, они, кстати говоря, русские, ну русские, не русские, а как бы, а вот мусульмане, например, у них же эсхатологическая парадигма мышления. Исламы же это эсхатологическая религия. Они постоянно напоминают себе друг другу, там, верьте в судный день, ждите судного дня. О, те, которые уверовали, помните судный день. Да нам этого не хватает. Если бы мы приходили в церковь, батюшка говорит, там, не забывайте про день смерти своей, не забывайте про страшный суд. Но у нас, как один мне знакомый, батюшка говорит, там, я попробовал так делать в церкви. На меня написали жалобу. Архиерею в жалобе было написано, он нас пугает. Расскажет нам, что они... Пришли, говорит, мы извиняемся, вы бывающие, батюшка, хорошие, но перестаньте нас пугать. Расскажет нам, что они позитивные. Ну, про то, что надо любить друг друга. Как-то позитивнее, пожалуйста. А то страшный суд, страшный суд. У нас и так, долги, ипотеки, дети не слушаются, муж ушел, у меня насморк, тут ковид начался. А вы страшный суд ищут нам. Да, а вот они, вот те, которых мы считали чужими, например, ну, еще вчера, хотя они не были чужими, если бы не были вчера чужими, они бы сегодня не пошли воевать. А они думают про страшный суд, у них парадигма мышления эсхатологическая. Он говорит, помни про страшный суд, помни про день суда, помни про воскресенье мертвых. Даже не думай забыть про это, потому что все остальное ерунда, а это очень важно. Продолжение следует...